Это одна из рыб, которой можно дополнить мой личный список удивительно. Но удивительно она не внешним видом, а способом питания, который закрепился даже в обиходном названии. Данное семейство насчитывает 6 видов, но наш герой наиболее популярен, причем не только среди аквариумистов, так как в некоторых странах эту рыбу употребляют в пищу. Приветствую вас, друзья, в новом 2023. Как многие уже догадались, сегодня поговорим о необычной рыбе, известной под обиходным названием полосатый брызгун, либо рыбострелок. Не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. Про группу ВК не забывайте, все ссылки в описании, приятного просмотра. Полосатый брызгун имеет сжатое с боков тело с заметно выступающей нижней челюстью. Глаза крупные, они позволяют высматривать добычу над водой. Спинной и анальные плавники смещены к хвосту. Рыба достаточно крупная, в природе вырастает до 30 см, но в условиях аквариума обычно около 20. Ареал обитания полосатого брызгуна очень широк, встречается в водоемах Индии, Мьянмы, Таиланда, Китая, Малайзии, Филиппин, Микронезии, Индонезии и даже Северной Австралии. Встречается и в пресноводных реках и озерах. Однако основным местом обитания являются солноватые мангровые болота и устья рек. Почти всегда это тенистые места с нависающей над водой растительностью. Есть достоверная информация, что молоть брызгунов вполне может жить в пресной воде. Но все же рекомендуется использовать солноватую. Солноватость в естественных водоемах может различаться, в среднем это 10 промилле. Комфортная температура для содержания от 24 до 30. Кислотность от 7 до 8, жесткость от 20 до 30. Рекомендуемый объем аквариума от 500 литров. Рыба крупная, объем приличный, поэтому необходима качественная фильтрация. Я бы посоветовал монстра флювал серии FX, у самого установлены FX4, доволен как слон. К сожалению, сейчас продажи только остатки подобной продукции, поэтому если ищите фильтр и наткнетесь на флювал, то рекомендую рассмотреть вариант. Ссылочку и промокод на скидку найдете в описании. Течение в аквариуме должно быть спокойным, освещение приглушено. Рыба хоть и относительно миролюбива, но может съесть более мелкую рыбу, поэтому предпочтителен видовой аквариум. К сородичам тоже бывает настроен агрессивно, поэтому для снижения накала страстей необходимо содержать не менее 4-5 особей. Как правило, брызгунов содержат в двух типах аквариумов. Обычный аквариум с мангровыми корягами, либо высокий аквариум, частично заполненный водой, и с небольшим количеством суши, покрытой растительностью. Первый вариант проще, но во втором можно наблюдать за охотой брызгунов, запустив насекомых. В природе рыба питается наземными и водными насекомыми. Процесс охоты на ваших экранах. Рыба замечает насекомое на свисающем над водой растении и сбивает насекомое струей воды. Еще такое обустройство аквариуму важно, потому что данный вид может потерять свои способности без практики. Работа на ваших экранах в 2017 году заняла 7 место в конкурсе дизайна биотопных аквариумов. Над этим аквариумом находится специальная платформа, на которой передвигаются насекомые. Подробнее о работе по ссылке в описании. Согласно новым исследованиям, рыба использует динамику воды, а не генерирует мощную струю с помощью каких-либо внутренних органов. В подробности выдаваться не буду, но также оставлю ссылочку на данное исследование. Можно подкармливать плавающими сухими кормами, заморозка тоже подойдет, но живые корма, в том числе кормовые насекомые, должны быть в приоритете. Про разведение говорить не будем, так как необходимые условия трудно воспроизвести в аквариумах. Считается, что рыба мигрирует в морскую воду для размножения. Интересны рыбы с необычным способом питания. Пишите в комментах, что думаете об этой рыбе, завели бы себе такую. Не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр, увидимся совсем скоро. Продолжение следует...